всем привет друзья вы как всегда на канале пластилин сегодня у меня на разборе вот такой динозавр прямиком из 90-х легендарный телевизор шарп мультисистем сегодня посмотрим сколько в нем находится меди ну и остальных цветных металлов как обычно наливайте чаек кофеек берите что-нибудь вкусненькое ставьте лайк этому видео всем приятного просмотра мы погнали вместе со мной разбирать зимой металлом не покопаешь приходится зарабатывать другими способами нашел неплохое объявление договорился с человеком о встрече приехал на велике и за символическую цену забрал вот такой телек заработок с него конечно же не сильно большой но все равно кое какая денежка получится телек не старый советский а это конца 90-х возможно начало двухтысячных годов скорее всего китайский шарп вот такой бизнес холодина на улице все еду домой сам телевизор уже не рабочий и достался мне по цене шоколадки вот такая маркировочка на задней крышке я думаю более детальный год выпуска можно будет посмотреть по деталькам которые находятся внутри также с телевизором мне досталась вот такая инструкция но в ней тоже к сожалению не указан год выпуска этого телевизора пульт уже его сегодня разберем и вот такая маленькая телевизионная антенка и и я наверное сохранил оставлю себе пригодится и так приступаем к разбору начнем и задней крышки здесь находится 4 винтика по периметру их нужно открутить и 5 возле аудио-видеоразъемов поехали выкрутил 4 шурупчика больших и один маленький и у меня сложилось такое впечатление что этот телевизор еще ни разу даже не разбирался все вот эти запчасти идеально новенькие даже не слизанные и так момент истины давайте заглянем внутрь что же у нас там ожидает так крышка снимается уже вижу медь и огромнейшее количество пыли телевизор явно не разбирался вот такая начинка буквально сразу же когда я снял вот эту пластмассовую крышку от телевизора начал исходить характерный запах горелой пластмассы видимо что то здесь уже горело а на самой пушке кинескопа я заметил следы гарри с вот такой этикетки которая наклеена на кинескопе можно заметить что телевизор был сделан малайзии и как я понимаю в девяносто восьмом году наверное это конечно же не советский телевизор но все равно виднеется медные катушки и вот такие алюминиевые радиаторы также огромнейшее количество всяких трансформаторов и транзисторов сейчас их будем доставать друзья при разборе вот таких телевизоров старых не забываем про технику безопасности самая опасная штуковина в таких вещах это стеклянный кинескоп внутри него находится в вакуум с ним нужно быть максимально осторожным он у нас как пороховая бочка не забываем одевать защитную маску или хотя бы вот такие обычные солнцезащитные очки теперь нам нужно снять вот эту отклоняющую систему крепится на вот такими хомутами кстати вот эти хомуты сделаны из нержавейки а в старых советских телевизорах они попадаются латунные так все откручено пробуем снимать все снимается медяха намотанная на феррит также еще одним ценным элементом телевизорах является вот такая петля размагничивания медный провод покрыт изолентой который у нас размещается по периметру кинескопа сейчас будем его доставать откусываем все хомута которые нам мешают достаем петлю размагничивания и освобождаем все платы ну и наша основная плата все держится на хомутах вся более менее ценная начинка снята осталось достать небольшой динамик еще на кинескопе осталась вот такая серебристая проволока это у нас луженая медь ее тоже обязательно забираем в этом телеке находился всего-навсего один вот такой динамик и тут гляньте какой маленький ну и чтобы произвести полный разбор можно сказать на молекулы этого телевизора нам понадобится также снять кинескоп он крепится на 4 винтика эти шурупчики очень сильно затянуты и пока что отверткой их открутить не получается кинескоп пока что отложу и вернусь к нему ближе к концу видео его мы тоже сегодня разберем так как внутри находится немножко металла и так осталось разобрать вот такие компоненты отклоняющая система основная плата маленькая плата от пушки кинескопа петля размагничивания и различные проводки в том числе вот такой сетевой шнур с такими вещами долго церемониться не стоит их можно просто разбить молотком на выходе получаются такие кусочки феррита обмотаны медной проволокой проволока кстати с каким-то клеем здесь еще есть тоже у нас медь внутри и вот такие кусочки уже чистой меди вот такая первая добыча по меди это у нас медь которая принимается подороже на некоторых приемках из категории медь блеск выпутывается она довольно просто остаются вот такие кусочки феррита он магнитный поэтому смело можно его подмешать металлолом дальше у нас на очереди петля размагничивания здесь тоже все максимально просто делаем надрез обычным канцелярским ножом снимаем вот эту изоленту а внутри тоже находится вот такая блестящая медная проволока получился вот такой неплохой кусочек чистейшим меди сегодня попытаюсь все максимально разобрать все вот эти мелкие проводки буду складывать в консервную банку ну а потом обжигать на костре осталось раздеребанить вот этот сетевой шнур здесь даже присутствует немножко латуни вот этой вилки вот так теперь выглядят все мелкие проводки саму вилку тоже решил оставить чтобы не потерять драгоценные граммы меди будет лежать вверху пускай обжигается ну и осталось разобрать вот эту большую плату отсюда во я буду снимать все мелкие медные катушки есть одна катушка покрупнее также сниму вот эти алюминиевые трансформаторы и крупные жирные транзисторы тоже пойдут на обжиг внутри них находится чистая медь вот еще один транзистор с радиатором все вот такое грязное в пыли и не очень приятно пахнет вот такая добыча получилась с этой платы чистейший алюминий три радиатора дальше вот такие транзисторы пойдут на обжиг тошиба внутри них тоже находится медь небольшие катушки немножко медной фольги вот такая платка с чипом а также на ней находятся бескорпусные км конденсаторы правда это все импорт но тем не менее я такие вещи тоже оставляю пойдут на переработку и вот такое количество обычного железа еще на платье осталось много таких современных микросхем их я потом тоже как-нибудь повыдергиваю стоит они копейки конечно же но для общей массы пойдут еще есть вот такая вонючка не тоже есть медь но ее нужно очень очень долго обжигать на костре и она сильно воняет когда-то я такое дело уже обжигал меди там немножко есть также имеется у меня немножко всяких транзисторов с разбора предыдущих телевизоров пожалуй заброшу их тоже в эту баночку пускай все обжигается сегодня буду обжигать дома во дворе на мангале ставим нашу баночку пускай обжигается ну а пока обжигается провода нужно решить вопрос с кинескопом внутри него находится немножко железа и его нужно достать лучше всего чем-то тяжелым отбить вот эту трубку аккуратно запустить внутрь воздух чтобы он у нас не взорвался но делать это нужно очень аккуратно вот и все внутрь кинескопа попал воздух и теперь он выглядит вот так какое-то напыление наверное было посыпалось в этой стеклянной трубке можно сказать ничего интересного нету ее можно сразу выбросить для мусора можно использовать заднюю крышку вот эту пластмассовую такой пластмасс на приемке у нас не принимается ну а теперь с помощью молотка аккуратно разбираем кинескоп а все стекло перегружаем сюда вот он наш железный каркас а еще по периметру всего кинескопа есть железный противоозревной бандаж вот такой металлоломчик получился это внутренности кинескопа с сеточкой шурупчики бандаж ну вот такая гора мусора достал уже баночку давайте посмотрим какой вид имеет провода наши все нормально обжигалась а вот наши транзисторы кусочки меди еще вот все горячее давайте посмотрим что получилось после обжига с вот этих транзисторов многие их не собирает выбрасывают так как современных транзисторах золото нету зато есть немножко меди давайте взвесим и посмотрим вот такая медная пластинка немножко больше чем 2 грамма тоже почти 2 грамма это у нас мелкие транзисторы но они по полграмма где-то по отдельности вес небольшой но когда их много уже вот 8 грамм чисто меди после разбора наш телевизор выглядит вот так железо меди алюминий немножко латуни и нержавейка давайте все взвесим первым делом конечно же взвешиваем медь так ого пол килограмма меди ничего себе я смотрел видео на других каналах по разбору таких телевизоров там выход был по 300 грамм по 250 меди у меня получилось пол килограмма это при том что еще немножко меди осталось вот этой штуковине вонючей ее я буду обжигать попозже вот такая латунь ее сегодня как никогда много 4 3 грамма алюминий электротех радиаторы почти 30 грамм ну и вот такая нержавейка проверял магнитом не магнитится 10 грамм ну и по железу получилось 1 килограмм 820 грамм с вот этой штуковины также внутрь побросал колонку болтики шурупчики почти 2 килограмма еще забыл про вот такую луженую медь ее у нас как раз 5,5 грамм то есть меди получилось даже немножко больше чем пол килограмма друзья как вы видите даже на современных телевизорах можно зарабатывать деньги есть и медь и алюминий и даже немножко железа как обычно всем спасибо за просмотр надеюсь это видео вам понравилось ставьте лайки пишите комментарии ну и до встречи в следующем видео до встречи в следующем видео пока вам покажите пока